МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Сразу два автомобиля в огне. Сегодня утром в комплексе Ханто-2 загорелся гараж. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объявления есть, а уборки все нет. На энтузиастов появление снегоуборочной техники ждут с начала зимы. И ЕГЭ по-новому. Помимо педагогов за порядком проведения экзаменов будут следить видеокамеры. Бывший руководитель дирекции муниципального заказа обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет Ямала уже возбудил уголовное дело сразу по двум частям 290-й статьи Уголовного кодекса. Правда, сумма, которую получил чиновник, пока следователями не разглашается. В следствии установлено, что обвиняемый в период работы в должности директора муниципального учреждения дирекции муниципального заказа, расположенного в городе Ноябрьске, получал взятки за действия, связанные с использованием его служебного положения. Данные факты были выявлены в результате проведения совместных с сотрудниками УМВД России по ИНАУ мероприятий. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия на правильное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура Ноябрьска проверила соблюдение закона об образовании в седьмой школе. Специалисты выяснили, что администрация учебного заведения наделила себя правом налагать меры административного взыскания за несоблюдение требований к внешнему виду учеников, а также не пускать детей без школьной формы на занятия. При этом учебные заведения не имеют права привлекать граждан к административной ответственности. А не пуская детей на уроки, администрация школы создала условия для возникновения опасных для жизни детей ситуаций. Такие же нарушения выявлены в шестой и восьмой школах. Прокуратура внесла три протеста на незаконные правовые акты. В результате из приказов были исключены противоречащие действующему законодательству положение. Сразу два автомобиля пострадали в огне. Сегодня утром в гаражном комплексе Ханто-2 загорелся один из гаражей. Как выяснилось, в боксе было оборудовано СТО, где занимались ремонтом, в том числе рихтовкой и покраской автомобилей. На момент происшествия, сообщение о нем поступило в пожарную часть в половине одиннадцатого утра, в гараже находились два автомобиля. Один из них ВАЗ-10 модели удалось выгнать из гаража практически сразу, а вот второй автомобиль иномарка Киа так и остался в гараже. Сейчас дознаватели выясняют причину происшествия и устанавливают виновных в этом лиц. Законопроект о лицензировании управляющих компаний стал доступен для общественности. Напомню, выдавать лицензии управляющим компаниям уже с сентября нынешнего года будут региональные жилинспекции. Они же проэкзаменуют руководство организации. К управлению домом не допустят в том числе компании без материально-технической базы. А с 1 мая 2015 года все управляющие компании без лицензии окажутся вне закона. Ну и тех, кому удастся получить документ, в покое не оставят. Оказавшая некачественную услугу компания вернет потребителям до 30% ее стоимости. Если же компания завысила стоимость услуги, то штраф в пользу потребителя составит 15%. Злостных нарушителей дисквалифицируют. Объявления есть, а уборки все нет. Очередная жалоба, связанная с очисткой дворов от снега, поступила сегодня в нашу редакцию. Снимки сделали жильцы дома 7А поэнтузиастов. Люди утверждают, что за всю зиму снегоуборочная техника здесь не появилась ни разу. Хотя объявление о своем намерении почистить двор управляющая компания вывесила еще 16 января. Чтобы люди могли выйти из подъезда, дворник соорудил импровизированную лестницу. Лопатой вырезал из снега ступеньки. Стали известны сроки проведения резиного госэкзамена. Для 713 ноябрьцев в этом году он пройдет с 26 мая по 19 июня. Об этом на общегородском родительском собрании сообщила начальник департамента образования Надежда Гудкова. Она рассказала присутствовавшему и о нововведениях в процедуре сдачи экзамена. Так, приятной новостью стало то, что результаты ЕГЭ увеличили срок своего действия с полутора до четырех лет. Исчезнут также и бумажные свидетельства с баллами. Все результаты будут доступны в электронной форме на специальном интернет-сайте сетевой город образования. В этом году будет усилен и пропускной режим на пунктах сдачи ЕГЭ. Ученикам запретят проносить с собой телефоны, видео, аудиотехнику и справочные материалы. А помимо педагогов за порядком проведения экзамена будут следить две видеокамеры. Но, как правило, считают, что любая мера, которая у нас на сегодняшний день принимается дополнительно к ужесточению, это как-то психологически влияет на ребенка. Поверьте, тот, кто готов сдавать ЕГЭ, тот, кто уверен в своих силах, в своих знаниях, то практически вот все, что это дополнительно, это никак не заметно для детей, это знаем мы, и это должны знать, мы им об этом говорим. Но не думайте о том, что это просто какая-то открытая видеокамера и фиксирует все. Они ее практически не видят, но она делает все, буквально эта камера записывает все, что происходит в аудитории. Я считаю, что ужесточения никакого ЕГЭ нет. Нашим детям еще, можно сказать, повезло, потому что им придется сдавать в прежних рамках. То есть никаких новшеств они сейчас не получат. То есть им еще более привычно придется сдавать экзамен. Я думаю, что это даже очень хорошо. Это не напугает наших детей. Они успешно сдадут экзамен. «Воля к победе» под таким названием в Музейном ресурсном центре открылась выставка, посвященная 11-м Паралимпийским играм в Сочи. Она продлится до 22 февраля. Один из главных экспонатов выставки – эстафетный факел Московской Олимпиады 1980 года, а также сочинский 2014-го. Также специально для выставочного мероприятия 75 ноябрьских детей представили свои творческие работы, лучшую из которых выберет специальное жюри. Эту тему нужно развивать, потому что мы должны понимать, что каждый человек имеет право на самореализацию. Поэтому и детки, которые у нас участвовали, не только просто наши обычные дети, но и дети с ограниченными возможностями, но они приходили, они радовались жизни, и мы радовались вместе с ними. Продолжение следует...